Здравствуйте, мои хорошие! Одна из песен, танцев, пьес, ее можно по-разному называть, которую меня попросили научить, называется «Барыня». Под нее и танцуют, и ее, и поют, и ее, и просто играют. И что, кто из вас не знает «Барыню»? Знаем? Нет? Вот, чуток играю, а потом еще чуть-чуть, немножечко вам скажу. «Барыня» вот такая, вот так вот она у нас звучит. Ага, так, то есть это такая танцевальная, веселая, зажигательная. Когда я открыла свои ноты, которые у меня есть, я увидела, что, да, не все могут справиться со сложностью этой «Барыни». На самом деле это достаточно очень сложное произведение технически. Там много-много-много вариаций. Вариация – это видоизменение, то есть есть одна какая-то темка, и она много-много-много раз повторяется, но разными-разными-разными-разными нотками. Поэтому я выбрала те, которые для вас сейчас будут весьма даже легкими. Не все вариации мы сегодня будем учить. Если вам понравится «Барыня» и вам захочется ее изучить более в сложном варианте, напишите мне, пожалуйста, об этом. Потому что сегодня, раз, два, три, мы будем учить только три части, а их реально очень много. Почему я не дам сегодня все, потому что технически вы не сможете сыграть. У вас зажмется кисть, и вам будет некомфортно. А я хочу, чтобы вам на уроках было комфортно. Поэтому «Барыню» мы сегодня играть научимся. А может быть, через год только продолжим «Барыню» играть. А может, вы наберете опыт игры на инструменте, и тогда я вам дам вторую часть. Давайте так. И вот, начинаем мы песню «Барыня» танцевальную. Берем аккордеон. Вы уже взяли. Ко мне уже поближе подошли. Стучек поставили. Сели. И начинаем урок «Барыня». Так, ну что, готовы «Барыню» учить? Ух, она у нас и немножечко сложная. С одной стороны сложная, с другой стороны вроде бы легкая. Я даже не знаю, как ее назвать-то лучше, сложная или легкая. Итак, будем тоже играть с форшлага. Форшлаг мы с вами уже выучили на прошлом уроке.